Первое сентября в стенах Казанского Федерального Университета. Как встретили первый день знаний лицеисты Казанского Университета? Вы будущие выпускники и будущее богатство нашей страны, нашей республики. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Дик. На сайте университета опубликовано поздравление ректора Казанского Федерального Университета Линара Сафина по случаю Дня Знаний. Он искренне поздравляет всех сотрудников и студентов с Днем Знаний и желает успехов и плодотворной работы в новом учебном году. Первое сентября поистине один из самых знаменательных дней для всех граждан России. Для детей и их родителей это, безусловно, трепетный и важный момент. Однако студенческий день знаний несет в себе особенный смысл. Первый день учебного года в Казанском Федеральном Университете – это всегда различные праздничные действия, которые дают старт дальнейшему обучению. Первой стала однодневная выставка научных достижений университета «Знания, рожденные в КФУ», на которой были представлены около 200 лучших научных статей. По словам проректора по научной деятельности вуза Дмитрия Таюрского, основополагающей целью проведения данной выставки стало желание посвятить первокурсников в ряды студентов и подробнее рассказать о КФУ. Каждый институт выбрал наиболее значимые публикации в международной реферируемой базе данных журналов. Каждый институт публикуется достаточно активно. И мы здесь показали все статьи, которые действительно составляют гордость Казанского Федерального Университета. Я думаю, что это прежде всего полезно для наших будущих студентов, студентов, которые с сегодняшнего дня начинают свою учебу в Казанском Университете, поскольку им предстоит включиться очень активно в научный исследовательский процесс, поскольку в Казанском Университете образование неотрывно связано с научными исследованиями. Далее в программе «Дня знаний» праздничная линейка института международных отношений. По традиции преподаватели института выступили перед первокурсниками с торжественной напутственной речью, в которой отразили самые наилучшие пожелания в предстоящей взрослой жизни. По словам представителей института международных отношений, 1 сентября для университета как Новый год для человека, олицетворение новой успешной главы. Те студенты, которые сегодня стоят здесь, те студенты-первокурсники, впишут новую яркую историю в наш университет, потому что наша 218-летняя история – это не стены, это не помещения, это прежде всего наши студенты, это наши ученые, преподаватели. Мне очень радостно, дорогие коллеги, видеть вас всех здесь. Стартует новый этап вашей уже взрослой жизни. Мне это очень нравится, потому что я следил за вашими личными делами и понял, насколько разнообразна география. Фактически вся Россия, все субъекты Российской Федерации представлены в этом нынешнем наборе. Но вместе с тем большое количество наших зарубежных друзей также стали студентами Казанского университета, Института международных отношений. Я очень счастлива, что попала сюда. Изначально я чувствовала себя немножко… было немножко страшно, но теперь, увидев всю обстановку внутри, увидев университет, преподавателей, тех, с кем я проведу 4 года жизни в университете, мне более спокойно, на душе, и я очень счастлива. Поступление в Казанский университет я планировала еще 2 года назад. И это была моя основная цель – поступить именно сюда. Мне здесь очень нравится. Я живу в деревне Нерсиады, мне все очень-очень приятно. И здесь комфортно находиться, здесь интересные ребята, с ними интересно общаться. И я в восторге от университета, от преподавателей. Хотелось бы поближе познакомиться. Ну, про заседу учебу узнаем. Юридический факультет КФУ также не остался в стороне. Первокурсникам торжественно вручили долгожданные студенческие билеты. Помимо этого, будущих бдителей закона поздравили праздничной речью, в которой пожелали активной студенческой жизни. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые члены попечительского совета юридического факультета и выпускники юридического факультета, которые сегодня присутствуют с нами вместе на этой торжественной церемонии посвящения первокурсники. Действительно, в вашей жизни произошло знаменательное событие. Вы стали студентами. Но для Института дизайна и пространственных искусств организовали настоящий праздник с концертной программы и выпуском «Шаров в небо», как символику отправления первокурсников во взрослую сознательную жизнь. Первый сентября – это все-таки праздник. Действительно, праздник, которого мы каждый год ждем у любого преподавателя. Год начинается не в Новый год, а с 1 сентября. Так что, конечно, это начало Нового года. Я очень много общалась с людьми, которые здесь работают, с ребятами, которые здесь учатся. И, ну, я опять же училась при КФУ. Наверное, это мне ближе. И, наверное, я отчасти знала, куда иду и доверяла, в принципе, этому университету. Завершающим стал Елабужский институт Казанского федерального университета. На линейке в честь Дня знаний ребята получили студенческие билеты, торжественно подняли флаг вуза, а также насладились концертной программой. Конечно, волнуетесь, наверное. Но очень надеюсь и абсолютно уверена в том, что наши старшекурсники, наши активные ребята очень быстро введут вас в работу университета, а наши преподаватели научат вас свободно мыслить и грамотно говорить в аудиториях нашего вуза. Казанский федеральный университет поздравляет всех причастных к этому светлому празднику знаний и желает получить все самое лучшее из этого образовательного процесса. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. У каждого человека понимание нового года свое. Кто-то ведет отчет от 1 января, для кого-то 1 сентября уже долгое время является началом нового этапа в жизни. Как встретили учебный год лицеисты Казанского федерального университета, узнаете в следующем сюжете. День знаний для Казанского федерального университета – очень важный и ответственный праздник. В своих стенах вуз приветствует не только студентов, но и учащихся структурных подразделений. Так первым поздравил учеников лицей имени Николая Ивановича Лобачевского. Это общеобразовательная школа-интернат, цель которой – создание условий для выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности к точным и естественным наукам. Вы будущие выпускники и будущее богатство нашей страны, нашей республики. Национальная идея нашей страны – это патриотизм. Поэтому все, что мы делаем, обязательно необходимо пропускать через осознание того, что мы граждане нашей великой страны. Поэтому хочу вам пожелать, конечно же, любить нашу родину, Татарстан, Россию, нашу страну. Вы действительно достойны многого, способны на многое и уже многого достигли. Ну так вот я хочу, чтобы вы, кроме работы, находили время для чего-то еще. Это очень важно, потому что вот это что-то еще – это общение, это дружба, это приятное какое-то времяпрепровождение. В Казанском федеральном университете это то, что останется с вами навсегда. Мы сегодня, ученики Казанского федерального университета, лицея имени Николая Ивановича Лобачевского, начинаем свой учебный год и обещаем, что все силы, все свои старания, упорства и таланты мы обязательно принесем в победу университета в его больших целях и задачах. Первый звонок в новом учебном году прозвенел и в IT-лицее. Это одно из самых инновационных общеобразовательных учреждений для талантливых школьников, а также один из лидеров олимпиадного движения в республике. Особый трепет в этот день чувствуют не только его будущие выпускники, но и администрация лицея, под чьим крылом они находятся столько лет. Мы, несомненно, одна команда, одна большая семья. И я искренне говорю, что лично мне очень комфортно здесь работать, очень приятно общаться с ребятами, которые, я уверен, через какое-то время, но это происходит, как правило, очень быстро, становятся, как в спорте, быстрее, сильнее, выше и перерастают своих наставников. Успехов вам, удачи! Я с нетерпением ждала этот новый учебный год, девятый класс. Я хочу хорошо написать ОГЭ и закончить все-таки с красным дипломом, цитатом. Вот. И, наконец-то, я встретилась со своими одноклассниками, учителями. Надеюсь, все пройдет классно. Новый учебный год встретили в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. В этом году порог университетской школы переступили 58 первоклассников. В ходе торжественной линейки ребята появились на площади перед школой в сопровождении своих старших товарищей, учеников 11 класса. Кроме того, в этом году состоялся набор в новый профильный класс Digital English, в котором будет вестись углубленное изучение английского языка в сфере IT. В этом году вы пришли в школу, на территории школы есть детская площадка, есть спортивная площадка, а рядом со школой разбит университетский парк. И все это сделано в подарок к первому сентября для детей, родителей и жителей микрорайона. Я рад, что пришел очень в школу, хотел и буду учиться, стараться на одни пятерки. Мне тут очень нравится, тут очень красиво, хороший учитель. Первое сентября отметили и в колледже Елабужского института Казанского федерального университета. Состоялась торжественная линейка для первых студентов колледжа. В этом году учебу начнут около 300 выпускников девятых классов. Ребята будут обучаться на базе университетской школы и самого института. В ходе линейки студенты с лучшими средними оценками в аттестатах получили свои студенческие билеты из рук директора института Елены Мерзон. Я учился в университетской школе и поступил в КФУ на юриста, потому что мне нравится эта профессия. И в дальнейшем я продолжу учиться в этом университете на высшее образование. Я поступил на программиста, закончил школу и пошел учиться на первый курс сюда. Я хотел заниматься самыми разными вещами, от программирования сайтов до разных программ, игр, приложений и всем чем угодно. Учеба – это работа не только школьников, но и их родителей. В общеобразовательные учреждения поступает именно семья. Лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, IT-лицей, университетская школа и колледж Елабужского института Казанского федерального университета всегда ждут в своей ряды талантливых ребят. Алина Красильникова, Фарид Захит Углы, Айдар Нурмеев, Универньюз. Сотрудник института вычислительной математики Петр Кокунин награжден дипломом Генерального штаба Вооруженных сил России за активное участие в работе круглого стола в рамках форума «Армия-2022». В деревне Универсиады состоялось торжественное мероприятие для первокурсников «Добро пожаловать в Казанский федеральный». Более подробное событие расскажем в одном из следующих выпусков. Ну а полную запись концертной программы вскоре можно будет найти на нашем YouTube-канале. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok